Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. И по моим, знаете, ощущениям вы как-то чересчур много берете на себя. То есть, у вас есть некая материнская, родительская позиция по отношению к мужчине, которая его расслабляет, ну, мужчин, мужчин расслабляет. И есть такое чувство, что вас мало кто слушает и зашли ощущения, что в вашей семье, родительской, вас тоже мало кто слушал. Мало кто прислушивался к тому, что вы говорите. И есть ощущение, что вы, ну, в некоторой степени мужчины подавляете. То есть, что это значит? Он с вами себя не чувствует мужчиной. Он не чувствует, что он мужчина. Потому что вы работаете, вы платите за ипотеку, вы, там, предлагаете какие-то варианты, ну, по благоустройству вашей жизни. А мужчина, он, вроде как, вообще ничего не делает. То есть, не стремится, не рвет жилых, как вы. И можно, конечно, сказать, что вот да, какой он плохой, какой плохой, что не делает этого, что он не рвет жилы и так далее. Но, давайте подумаем, так ли он, мужчина, виноват в том, что произошло. И его ли это ответственность, что такая ситуация стала возможной. Смотрите, насколько я понял, если я правильно понял, А он изначально, в общем, так и хотел работать в полиции. Если я правильно понял, он так и видит свою карьеру, дальнейшую. И он считает, что это нормально. Нормально, что вы платите ипотеку. Нормально, что вы, ну, все делаете сами, да, работаете на трех работах и так далее. Он, мужчина, считает это нормальным. Вы нет. Он да. И если он считает это нормальным, То, на мой взгляд, Есть логичный вопрос. Устраивает ли вас это? Если не устраивает, То зачем тогда вы Затите на него свое время? Почему тогда Не можете Сказать себе Решить для себя, Что человек-то, собственно, не ваш? Потому что вы все равно продолжаете за него цепляться. И вот здесь Здесь Именно в том, что вы Продолжаете за него цепляться. На мой взгляд Ответственно Ответственно Как раз Поведение ваше Продиктованное детско-родительскими отношениями. То есть Родители Вас Возможно Воспитывали в таком Труде Трудолюбии Там-то нужно постоянно делать что-то, постоянно Трудиться Ну раз Вы работаете на трех работах И, по-видимому, Вы не видели Своей маме Женщину Как таковую Как вы видели в ней Либо Мать Собственно Ну Свою мать Либо вы Никого в ней больше не видели Потому что, понимаете Если бы вы Видели в ней Женщину Которая Она является Помимо Помимо Всего прочего Если бы вы Видели Если бы вы В ней Видели Женщину То Вы бы были Более Женщиной В отношениях Вы бы не ухаживали За мужчиной Потому что За мужчиной Не нужно ухаживать Да Но можно заботиться Да Но не ухаживать Это разные вещи Немного Знаете Это вот То Что Я могу Вам Сказать По общему Впечатлению От Вашего Текста Теперь Мы с вами Пройдемся По нему Более подробно И Попробуем Разобраться Потом Что Вы Пишите Значит С вами Молодым Человеком Встречались Семь лет Мне Двадцать Семь Жили Вместе Пять Лет Снимали Напополам Двух Квартиру Основной Заработок Был У Миня Так Ну Смотрите Если Вы Встречались Семь Лет Нас С Младым Человеком И В пять Лет Слили Вместе То Почему Не было Брака За Эти Семь Лет Почему Вы Согласились С ним Жить Вместе Без Брака Понимаете Здесь Важно Понимать Мужчину Вообще То Есть Мужчина На протяжении Двух Трех Лет Ухаживание За Девушкой Не делает Ей Предложения То Скорее Всего Ему Она Не нужна Белочка Он Ее Просто Использовал Для Чего Ну Для Своих Каких-то Цель Целей Для Своих Желаний И Все Далее Далее Ладно Понять Как Он За Вами Ухаживал Вот Вы Говорите Мы Пополам Снимание Квасированное Пополам Нормально ли Это Для Вас Что Снимание Квасированное Пополам Я Почему Сбрасываю Нормально Потому Что Видите Как Мужчина Он Вроде Сберва Был С вами В партнерских Отношениях Потом Начал Злоупотреблять И То Что Он Начал Злоупотреблять Ну Вот Своих Своим Партнерским Положением С вам Это Свидетельствует О том Что Вы Как Партнер Себя Поставили Неправильно Почему Вы Позволили Мужчине Значит Свидетельствует Свидетельствует На шею Вы Позволили Мужчине Как-то Вас Использовало Вы Не Взятили Свои Личные Границы Вы Не Взятили И Собственно По По Этой Причине По Причине Того Что Вы Не Защитили Их Личные Границы Он И стал С вами Так Образят Но Вопрос В В Вопрос В Почему Не Защитили Личные Границы Почему Раньше Мне Сказали Что Все Мне так Не нравится Я так Не хочу Больше Я так Не устраиваюсь Почему И Ответ Здесь Только Помните Что Не научили Не умеете Не умеете Вы Ну И Естественно Естественно Конечно Важный Момент А Если Не умеете То Почему Не умеете Если Не умеете То Почему Вас Не научили И Вот Это Важный Важный Момент Который Естественно Нужно С вами Прорабатывать Потому Что То Что С вами Произошло Это Следствие Того Воспитания Которое У вас Есть Это Следствие Ваших Установок Это Следствие Ваших Взглядов Ваших Идеалов Может Сериотипов Мужчины Неправильного Понимания Своей Роли В отношениях И Роли Роли Мужчины Вот То есть Если это Партнерские Отношения Если это Именно Партнерские Отношения То Хорошо Хорошо Но Партнерские Отношения Нужно Строить Адекват Чтобы Это Не было Вам Во вред А Отношения Ваши Именно Вот С Мужчинами Они Были Вам Во вред Значит Тут Проблема Ваших Личных Границ И Вот Основной Вопрос Да Именно В том И заключается Почему Вы Свои Личные Границы Не Защитили Понимаете Да Дальше Дальше Значит Обновной Заработок Был у меня Опять же Понимаете Как Это Это Ваше Браво Ваше Браво Иметь Ну Вот Тот Заработок Который Вам Хочется Тот Заработок Который У вас Есть Это Ваше Браво Безусловно Но Понимаете Так Нельзя То есть Кважа Альба Так Хорошо Хорошо Но Нельзя Чтобы мужчина Использовала Чтобы мужчина Использовала А он Использовала А он Использовала И это Довольно Серег Серьезно То есть Тут у вас Заработок Хороший Это Понятно Понятно Но Важно Чтобы Это Не мешало Быть Женщиной Чтобы Работа Не мешала Быть Женщиной Чтобы Работа Не мешала Помнить Кто Вы А вы Сутили Добыли Об этом Вот Ведь Женщина Назна Сделать Мужчину Мужчин А для этого Ей нужно Быть Слабой А для того Чтобы Быть Слабой Ей нужно Быть От мужчины Зависимым Она Может Работать Но Не так Чтобы На себе Волочь Все Что Ну Вот Все Что Нужно Вашей Паре Семье Как То есть То есть Вот Надеюсь Вы Понимаете О чем Я говорю Далее Значит Потом Меня требуют Все делать Для него Ну Правильно Там Вы И так Для него Все Делали Вы Для себя Ничего Не просили Видимо Вы Для Себя Ничего Не Хотели Видимо Опять Понимаете И Мужчина Понял Что Вы Готовы Для него Все Вот Это Делать И Начал Наглеть Естественно Потому Что Он Видит Что Все Получается Все Хорошо Так Почему 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 Не Вести Себя Так Ведь Удобно Понимаете Мужчина Он Не Будет Он Не Будет Не Будет Делать Того Что Не Нужно То есть Если Что-то Работает Он Это Менять Не Будет И Это Нормально Что Он Просил У Вас Вот Все Делать Для него Абсолютно Нормально Потому Что Ну Вы Же Соглашает Вы Же Готовы Это Делать Так Почему Вы Не Попрос А Вот Почему Вы Готовы А Почему Вы Готовы Это Уже Вопрос Это Вопрос Но Вопрос В Больше Тепени К вам Так Девочки Какие-то Появились Да То есть Он Перестал Видеть Вас Женщиной И Вы Позволили Ему Это Я Все Делал Ухажив За ним Как Мать Родная Вот Зачем Не Требую Ничего Замер Почему То есть Понятно Что Если Вы С Человеком В Отношениях То Вы Для него Стараетесь Что-то Здесь Что-то Сделать Понятно Что Если Вы Человеком В Отношениях То Вы Стараетесь Сделать Его Счастливым Это Понятно Но Но Если Человек Вас Унижает Если Вы Видите Что У Него Появились Другие Девушки Или Появляются Другие Девушки Там Не Важно Да И Все Равно Как Как Вы Для Него Все Делаете То Вы Идете По Пути Обещания Себя И Здесь Может Быть На самом Деле Несколько Вариатов Первый Для Что Вы Думаете Что Что Не Построите Отношения Ни с кем Другим Кроме Него Ну Срок Большой Прошел 20 По 27 Лет 27 Лет Да И Вы Можете Думать Что Ну Что Вы Не Сморите Больше Ни с кем Построить Отношения Либо Вы Боитесь Одиночеством Боитесь Остаться Одно Вот И тот И тот И тот Другой Страх Это Ложь Это Ложное Ложное Понятие Потому Это На самом деле Нельзя Нельзя Выстраивать Отношения На Страхе На Чувство Страха Нельзя Это Деструктивно Сказывается Как правило На Ну На Человек То есть Если Человек Знает Если человек Видит Что Вы Например Боитесь Если человек Видит Что вы С нему Привязаны Чересчур Что он Начинает Этим Злоупотреблять Что И Собственно Сделал Ваш Мужчин Поэтому Либо Вы Его Идеализируете Да Мужчину Либо Вы Идеализируете И Тогда Опять же Идеализация Это Результат Ваших Желаний То есть Вам Нужно Идеализировать Для Для Чего То Либо Вы Идеализируете Либо Вы Значит Собственно Боитесь Вот Но В любом Случше Вот Эти Моменты Все Они Продиктованы Вами Вашими Переживаниями И Получается Так Что На Человека Вы Эти Переживания Проецируете Получается И Из-за Этого Вы Видите В нем Не того Кто Он Есть На Самом Деле Вот И Собственно Поэтому У вас Происходит Такое Расхождение Во Взглядах Расхождение Во мнениях Относительно Друг Друга Вот Потом Не выдерживала Его Села Переехала От него У нас У нас Две Квартиры Он Меня Вернул Ну Вот Тоже Очень Такой Важный Момент Что Он Вас Вернул Что Это Значит Что Он Вас Вернул Вы Захотели Вернуть К нему Или Что Или Он Вам Что Пообещал Или Как То Что Потом Начали Вопрос Как Мы Будем Сидеть И так Далее Я Сказал Что Чтобы Стоит Семь Нем Нужно Быть Поискать Про Дополнительную Работу Потому Собирали Заводить Детей То Есть Вы С Нем Несмотря На Все Проблемы Собирали Заводить Детей Один Только Вопрос У У У Как Как Вы Это Себе Представляли Если Вы Платите Ипотеку Или Строительство Вы Уполняете Мужковую Функцию Как Вы Собираетесь С Этим Человеком Строить Семь Заводить Детей А Главное Зачем Это Все Вам С Ним Да Еще Вынужденно Он Главное Не Могут Ничего Найти Если Его Мама Поможет Скандал И Для Чего Ну Это Позиция Да Некорочная Да Специфичная Но Позиция Почему Скандал Сейчас Могу Тебя Против Да Только Могла Быть Семья А Могла Бы Почему Вы Решили Что Могла Быть Нет Она Вам Нужна Вопрос В том Для Нам Именно Вам Что Она Вам Должна Дать Это Другой Вопрос Но Именно Семьи С этим Молодым Человеком Быть Не Могло Я Не Могу Его Забыть Потому Что Ваши Желания Связаны С Ним Во всем Виню Себе Себя А В чем Именно Вы Вините Себя Давайте С Чуть Винной Разберемся Вы За что Себя Вините Зато У вас Нет Семьи Которая Могла Быть А Чего Взяли Она Могла Быть Например Я Страдаю Из-за Этого Из-за Меня Девушек Одной Одной Другой Но Вы Не Рассяли Вы Сами Выбросили Расставан Да Поджить Все Началось С Моих Претензий А Претензии Как вы Считаете Были Обоснованными Или Такое Ощущение Что у вас Нет Четкой Позиции По Этому Вопросу У вас Нет Четкой Позиции А Она Должна Быть Четкая Позиция Личностная Позиция Женская Потому Собой Женщина Вот И Позиция Человеческая Этих Позиции Нет Люди Вами Крутят Как хотят Мужчины Вами Крутят Как Хочут Вы Испытываете Чувство Винить То есть Вы Берете На себя Ответственность За то За что Вы В принципе Ответственность И не Четка И Момент В том Что Она Четко Увидит За что Отвечаю Я И чем Я Руководился При Принятии Решений А за что Отвечает Другой И чем Он Руководился При Принятии Решений Вы Не могли Одна Построить Семью Это Невозможно Это Работа Двух Людей А мужчина Делать Ничего Не Хотел Потому Что Вы Изначально Так Себя Поставили И Решений 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 И Вы Решений Решений